Вы вчера общались с президентом США, страны, которая имеет огромное влияние и в НАТО, и на страны Европейского Союза. Говорили о красных линиях, дали поручение своим командам эти красные линии проанализировать. Как вы сами оцениваете результаты этого общения и как вы считаете, может ли оно положить начало снижению накала конфронтации с Западом? Вчера помощник мой по международным делам, господин Шаков, достаточно подробно рассказал о темах переговоров. Я сегодня в общих чертах проинформировал и своего коллегу из Греции сегодня. Мы действительно говорили по региональной проблематике, говорили о конфликте на юго-востоке Украины. И связанность с этой ситуацией другой, для нас очень чувствительной теме. Ее затронули тоже, а именно расширение блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины. Это один из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу. Мы об этом говорим постоянно, публично, предупреждаем наших партнеров о том, что для нас это неприемлемо. Один из тезисов очень простой, мы вчера тоже об этом говорили. Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности. Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран. В данном случае Россия. Это, знаете, так же, как и в отношениях между людьми. Свобода – это, безусловно, данное от Господа свойство каждого человека, и она должна быть безгранична, но только до тех пор, пока она не сталкивается со свободой другого человека. И вот здесь должны вступать в силу известные взаимные ограничения. Мы исходим из того, что при обеспечении безопасности, безопасность должна быть глобальной и распространяться в равной степени на всех. Поэтому это тема отдельного разговора. Но мы договорились о том, что мы продолжим эту дискуссию и сделаем это предметно. Обменяемся в ближайшее время нашими соображениями на этот счет. Свои соображения Россия подготовит буквально в течение нескольких дней, в течение недели. Мы передадим это американской стороне на рассмотрение. И договорились о том, что будет создана соответствующая структура, которая сможет этим профессионально заниматься. Говорили подробно о кибербезопасности, обеспечении безопасности в этой сфере. И констатировали, что после нашей встречи в Женеве нам удалось продвинуться по этому направлению весьма значительно. Налажен конструктивный диалог, он идет, созданы соответствующие структуры. Налажен обмен информацией, и он носит позитивный характер и дает положительный результат. Говорили по иранской проблеме. Я рассчитываю на то, что мое приглашение будет принято президентом Ирана. И он в начале следующего года сможет посетить Россию с визитом. Конечно, мы проинформируем подробно наших иранских друзей и партнеров о том, как у нас идет диалог с американцами на этот счет. И продолжим обсуждение этой темы во время возможного визита президента Ирана в Россию в начале следующего года. Говорили по ряду других вопросов. Нормализация дипломатических связей и так далее. Ну, в общем, действительно, говорили достаточно долго, подробно по всем этим темам. Более двух часов, я что, не помню сейчас, насколько. Но хочу еще раз подчеркнуть, беседа была очень открытой, предметной и, я бы сказал, конструктивной. О всяком случае, я надеюсь, что так оценивает результаты нашей встречи и американская сторона. У нас есть возможность продолжить этот диалог. Мне кажется, что это...